добрый день с миром добрый день христос воскрес последний раз воистину воскрес не палатка какая-то с интернетом а почему а что ну видимо скачет тут скорость видимо сейчас вроде наладилось у меня тихнуть да у меня тут маленький ролик поставили но он кверх ногами как его вывернуть можно у вас он на компьютере или где это на рабочем столе две минуты там ролик две минуты но кверх ногами откуда откуда брал там он нормальный вы мне его skype киньте его переверну и вам дам а как я вас кинул а прям чат зайдите чат со мной ну вот это около демонстрации крана там открыть беседу справа справа открыть беседу но это сейчас тут нет потом давайте дальше по давай я хотел сохранить этот ролик там две девочки они у меня были в лагере они поэтому эту перевернем так что открывать да с того места где мы остановили демонстрация экрана да не не нет зачем не надо как не надо все а зачем это нам надо мы же сейчас будем вопросы так вопрос это я должен читать а как я буду считать а я подумал нет нет вы забыли вы просто сверните и все мне-то не надо видеть чего у вас на экране ну если не надо так дача я захожу сразу конечно так и было так вопросы так вопрос это у нас по библии до 335 355 до смотрим 43 страницы да как как подожди-ка что-то у меня тут она сразу перекинул на большую разве это может у нас вместиться все конечно просто 335 да давайте вот в его в новом завете 1 коринфянам 10 глава 25 по 28 стих написано все что продается на торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести ибо господня земля и что наполняет ее если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти то все предлагаемого вами есть и без всякого исследования для спокойствия совести но если кто скажет вам это идоложертвование то они ешьте ради того кто объявил вами ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Вот, Игнатий Тихонович, вопрос. В наше время что есть идоложертвенное, и вообще о чем здесь говорит апостол Павел? Это вопросы задают люди, конечно, знающие Писание, что есть такое написанное. Вот когда тут вели занятия в местной епархии Барнаульской, тогда еще был Антоний, первый епископ Масендич, и оттуда люди, наши ходили к ним туда, а от них иногда приходили к нам. И когда они приходили к нам, они свои те занятия эпохиально называли кухонные посиделки. Писание не знает совсем. А это у нас на занятиях вот такие, всегда задавали, потому что Библии были в руках при занятиях. Что сказать здесь? Если идоложертвенное, само надо узнать а что такое идол? Ну, оно же ему и предназначалось. Так же приносили жертву, клали мясо, воскуряли и прочее. Ну, допустим, у нас был такой один, пошел кришнаитам. Они там какие-то благовонные, такие приятные курения у них, а куривают там свои плоды, ягоды и всех угощают. Вот где-то они, допустим, так сделали и начнут продавать. А ты не знаешь же, он торгует и все. Ты просто всегда твори молитву. И соверши крестное знамение, на базаре бываешь, и все исчезнет. Это вредно быть на базаре. Как вредно? Ну, просто так ходить, шататься, узнавать. Феофан Затворник говорит, на лошадке, когда едешь, ты говоришь, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, и скорее-скорее проехать. А то, что ты там стоишь целый день, торгуешь, и никакого вреда нету, это очень сомнительно. Это уже надо быть таким твердым и знать, что и как. И тогда, как пишет в первом послании к Тимофею, 4 глава, 5 стихе Павла, потому что все освящается Словом Божьим и молитвой. И бояться не надо. Конечно, не надо придумать, как у старообрядцев. Вот голубь, если, то есть нельзя. А почему? А Дух Святой в виде голубя. Я говорю, а барашка ей идите, почему? А он огнец Божий. А почему свинину идите? Ну, свинину это Бог осветил. А как осветил? А вот когда подавали ему желчный крест, это свинина была. Так откуда же вы узнали-то? Во-первых, неизвестно. А потом в Израиле не держали свиней-то. Что, римские воины, что ли, думаете, свинарник развели у себя в притории? Ну, выдумка чистейшей воды. Так что никогда не надо исследовать. А люди это теперь применяют так. Тут выступает один благочинный на Новоалтайское. Интересно, фамилия говорящая. Погиблов. Отец Михаил Погиблов. Вот был тогда граф Блудов. Когда давали-то фамилии, это же видели, какая-то вот сын блудника идёт. Блудов так. А вон граф оказался. И при том самый верующий. Вот тоже опроверг свою фамилию. Верующий такие статьи писал. Ну и вот здесь. Тебя призвали, он говорит. Ну, призвали, так сказать, позвали. Вот он говорит, если вы захотите. Так не ешьте, для спокойствия, совести вообще не ходите. Он под Новый год. И положили тебе кусок мяса. Не говорит там, какой большой маленький-то. Ну, чтобы никого не соблазнять, то вы его съешьте. Рождественский пост неделя до окончания и съешь, чтобы никого не соблазнять. Ну, в первую очередь, ты соблазнил своим пришествием. Что тебе там делать-то? А тут заработки у попов хорошие, потому что зажиточные некоторые живут и ходят многие в храм. Для Алтайский край это для них Эльдорадо. И вот я отвечаю тогда на этот вопрос, что отец Михаил, ты не надо было ходить-то. А уж если пришел, ты там сразу бери бразды правления-то в свои руки. Чего же ты боишься-то? Вот сейчас у нас был митрополит, но мне слово, я подхожу, «Владыка, благословите». Я первый обед-то проглотил. Там видно, как я подхожу, и через стол он благословляет, и рукой, и крестное знамение. А тут же я гляжу семинариста. Локти на стол, и, ну, как неверующий, они еще не знают. Я сразу ему просчитал, что стыдись облокачивания на стол. Этого делать нельзя, ты бесстыдный. Он сразу раз и локти убрал. Если я вижу это не так, я скажу обязательно, если возможность есть. Так что не надо исследовать мясо. Говорят, я на базаре был, ну, пост идет, но я взял пирожок, а я не знал, что там идет с сардельками. Ну, еще исследовать, когда видно, что это мясо. Мясо при том. Там же видно, что не яблоки лежат-то. Ну, написано, не исследуйте. Исследовать это там неизримо. Отлагается что-то. Обкуривали там демоны, может быть, губами мазали его пирожок этот. Ну, а тут ясно, ну, лукавят люди. Умеют обходить закон, как и у евреев. В субботу двигаться нельзя. А по воде плыть можно. Вода сама несет. И они, говорят, когда свадьбы бывают, а я попадаю на такой день, на субботу, так они, говорят, один идет впереди и на колеса льет. Льет из бутылки воду. Это уже все. Или если он куда-то едет, то под задницу положил грелку, а я на воде. Не придумаешь главное. На колеса льют воду. Это вот мы такие и есть. Не надо никогда лукавить. Ты, наоборот, ужесточай. Если сказано, так Златоуст говорит, ты теперь не только не пей, а даже в воде себя ограничивай. Вот это дело. Как я ездил в Америку, и меня каждый раз, когда возвращался в Синод в Нью-Йорке, спрашивали, ну как, понравилось? Я говорю, нет. Не понравилось. Я говорю, нисколько. В Сакраменто был, там, в Вашингтоне, в Сан-Франциско. Ну, они, видимо, между собой-то рассуждали. Дескать, что же сделать ему такое? И меня отправили в монастырь, отвезли. В Жорданвильский монастырь. Когда я вернулся, а епископы сидят тут. Ну, и как, понравилось? Я говорю, очень. О, угодили. Даже не думали угодить. Я говорю, еще бы, ночные молитвы. Как они подвязаются, как работают. Там я и ходил, и печь смотрел. Мне это дорого, я печник. Но они довольны остались. Я в монастыре побыл, и там выступление было на тему «Будущее русской эмиграции во свете Святой Библии». Вот это что-то расклеили везде. Я им привел данные, там, до одного дня все это высчитал. Сильно понравилось. Но это к делу не относится. Вот так. Это всегда надо на память говорить. Тимофею 1, 4, 5. Первое послание, 4 глава, 5 стих. Потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Ну, молитвы понятны. А Слово Божие как? Ну, вот Слово Божие и говорит, что можно есть теперь все. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительное, если принимается с благоговением, молитвой. Вот это ответ. На священное писание, да. У нас сейчас в Татарстане, у мусульман, вчера был праздник, Курбан-Байран, они там барана резали. И сейчас вся Казань наполняется этим мясом, бараньем. Вчера, ну, праздник был, все друг друга поздравляют. Русские, татары, татары, русские. Ну, я, естественно, не поздравляю никого с этим праздником. Но обижаются люди. Они говорят, мы же с Пасхой, ну, они так даже думают, мы с Пасхой поздравляем, а вы что, не можете, что ли? Нет, не надо, скажи, я не буду поздравлять. Не надо мне ваше поздравление, он все равно воскрес. Как один татарин услышал, русский идет, говорит, Христос воскрес. А татарин говорит, ай, Иисус, молодца. Вот. И мясо вот это, его, конечно, христианам не надо вкушать. Я правильно понимаю? Абсолютно. Да зачем тебе туда ходить? Зачем, брать? У нас все есть. А если яблоки дают? Ну, яблоки из своего сада, с орбитом или как. Яблоки они в жертву не приносят. А это жертвенные у них. На барани в рай едут. Ну, да. Я почему говорю, у меня дед по, ну, то есть по матери линии, они же все татары, и родственников много, и они все мясо-то раздают. Ну, они там между собой. Я это не беру, но предлагают. Не зажься, но никогда на это. Обойдемся. Конечно. Следующий вопрос. Иеремия 31, 22. Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Вот что здесь имеется в виду? Кто такая отпавшая дочь, и как жена может спасти мужа? Ну, это, опять же, вопрос-то по Писанию. И по Писанию надо смотреть, что называется. Вот. Не только еврейки это, которые матерями стали. Это сам город Иерусалим называется матерью, как матерь всех городов. Киев у нас здесь был. И даже всю страну таким же образом называют. Блудила такая, это называют по имени. И душа наша называется девой, обрученной к Христу. Вот священник, когда снова крестится человек, и он говорит, сосчитавался ли Христу. О мужчине говорит-то. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих пишет. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою. Ну, бывает так, что мужчина, бывает, духом ослабевает как-то что-то где-то, и тогда Бог позволяет выдвигаться на арену борьбы с женщиной, которой мужественный дух такой. Мы считаем об этом в книге Судей, 4 глава, 6-9 стих. Девора послала и призвала в Арак, сына Авинаамова, Искедеса Неполимова. И сказала, Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, зайди на гору Фавор, и возьми с собой 10 тысяч человек, и сынов Неполимовых, и сынов Завуловных. А я приведу к тебе к потоку кессону Сесарова, и начальника Иоавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Варак сказал ей, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Кому сказал он? Деворе. Женщине. «Ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мною». Тоже понятно, раз никогда не видел. Она сказала ему, «Пойди, пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару». И встала Девора, и пошла с Вараком в Кидес. Вот как сегодня говорят, женщины на корабле заходят, к несчастью там, бывает иногда на шампанское разбивают, но это глупости. Но все-таки, чтобы женщина заходила в подводную лодку, в Курск, как раз прощалась, в этот день сейчас стали припоминать тех, которые видели. Женщина говорит, «Я первый раз была в подлодке, а кто-то увидел, заворщал, зачем ее завели сюда? Несчастье». И все погибли. Вот женщине позволяется учить, когда муж ее сбился с пути, там, запился, неверующий. Но только, чтобы она знала Слово Божие, правильно учила, точно по Святой Библии, по Святым Отцам. Ну, самое-то главное, на что мужчина-то смотрит, чтобы ее кроткая была жизнь. В Первом Послании Коринфе, 4.35, говорится, «Если же она, женщины-то, хотят они чему-то научиться, пусть спрашивают о том, дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». А сегодня не считает это даже. Первая тема пея 2.12. «А учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвии». Все. Вот это исполни, женщина, и она уже будет другая. Откровение 2.20 стих. «Но имея немного против тебя, потому что ты, попускаясь жене из Авеля, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и есть и доложертвенное». Вот такие у них были пророчицы тоже. И в 1 Коринфянам, 7 глава, 15-17 стихи, «Если же неверующий хочет развестись, пусть разбудится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как говорит, Господь призвал. «Так я повелеваю по всем сарквам». Ну, такой непутевый тому, что он как по порядку говорит, так он потерял кафедру-то. А на ней теперь за кафедрой сама жена стоит и пытается спасти мужа. Ей не поставлена непременная обязанность обратить его, но и до отчаяния не доводить в себя в виде его неисправимости. Павел говорит, «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» То есть вот этот вариант надо... Ну, не заскакивать вперед. Да, он не слушает. Да, я ему говорил, он ничего не знает. Да, было, говорил, да, не слушал. А теперь у меня как-то вышли из занятий. Идем по улице, такой мужчина высокий, рядом идет. «Как я вам благодарен?» Вот я сегодня только поверил. Ну, внутреннее чувство благодарности у меня да слава тебе, Господи. Поверил. А он даже помолчал, говорит, «Я поверил теперь, что я неверующий». Ну, это, я думаю, научил я его. То есть, какая у него вера была, была на занятиях, он потерял эту веру полностью. Он понял, что ничего и нету. Все это, через какое плечо подавать, вкрутую или в смятку варить яйца. И он... Я понял, что я неверующий, уверовал в это. Вот так. Почему Павел говорит, «Откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Нам не положено знать это, чтобы мы не отчаивались. Ну, вот такой вот ответ даю. Все. Следующий вопрос. Что-нибудь известно из Священного Писания? Постился ли апостол Павел? Ну, и от Писания легко ответить, потому что он говорит, «Я постился» очень много. Особенно в 2-м послании Коринфянам, он неоднократно это говорит. 6-5. «Под ударами, в темницах, в изнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Постился? 11-27. «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». Ну, вот, пожалуйста, что он постился. «Часто в посте, часто». Вот такой ответ согласно Слову Божию и ничего по-другому нельзя сказать. «Часто в бдении». «Да». «Часто в бдении». Бдение – это значит не спать, да? Не спать, да. Я раньше как-то это переносил, всё, а сейчас нет. Глаза зажмуряются, сердце стучит реже и сон, такой сон приятный. «Вы же всё равно встаёте в полтретьего». «В полтретьего». «В полтретьего». «В полтретьего». «Как раз сегодня я встал пораньше маленько в полтретьего. Позавчера встал два часа, там, пять минут, а тут, кажется, было два часа двадцать минут. сначала ты не понял, думаю, вот это на…» «Да». «Но вы днём хотя бы сидя-то даёте себе?» «Ну вот, никакаясь не получается тут. Мне надо обязательно посидеть минут двадцать, закрыть глаза и я засну сразу. Прямо сейчас же, здесь вот упаду, сейчас я усну. Я напечатаю и бывало уснул. Позапрошлым году я два раза упал на клавиатуру, нос разбил, ободрал. Ну, ничего не сделаешь. Вот, ещё пять дней осталось до восьмидесятилетия. Да. Ну, можно будет сейчас вот закончить и двадцать минут отдохнуть вам. Ну, что тут? Ещё вопрос есть? Всё? Ещё вопрос, ещё. Один. В Уанге, в Евангелии от Иоанна шесть, шестьдесят три написано. Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю вам, я вам говорю, суть дух и жизнь. Как вот понять эти слова? Ну, надо тут всегда помнить, я говорил, как четыре вопроса задавать, кто сказал, когда сказал, кому сказал, с какой целью сказал. Главная цель какая? Слово Божие сделать, что-то понятным, живым и на каждый момент жизни, чтобы оно касалось тебя и было применимо во всех обстоятельствах, ситуациях. Ты не просто так знал, знал, а не знал, когда ставить, где. Потому что оно называется источником жизни, светильником. Ну, и должно всё это сработать. Вот, в втором послании Петра, 1,19 написано, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт расцветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших. Ответ-то даёт Маша широкий. Не для всех, а русским, православным. Дух Божий влечёт человека к небесному. А запросы Духа и Плоти это не всегда и совпадают. Вот Галата мы считаем 5,17. Его плоть желает противного Духу. А Дух противного Плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Так. Итак, что требуется духовного роста? Очень часто это содействует телесному преуспеянию, как Павел говорит. 2 Коринфян 3,6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что Букву убивает, а Дух животворит. Вот за это все хватается. Букву убивает, а сами Писание-то не знает. Чтобы Букву убивал, ты ее должен знать и претворить ее в духовном плане на пользу. Или Матфея 6,33. Ищите же прежде Царствие Божие и правды его. И это все приложится всем. А все считайте, все остальное приложится. И машина тебе, да нет, это все, это, о чем речь шла впереди, о питании и об одежде, больше ни о чем. И это все, а не все остальное. И это все остальное это, плоды патриарха все говорят, и сектанты, и баптисты. Вот когда считают они там первое Каринство 8,8, пища нас не приближает и не отдаляет. Я говорю, где вы это нашли? Ну вот. А там написано пища нас не приближает, дальше нету. Он спрашивает, Петя, у тебя как? Он говорит, у меня так, а как же братья так проповедуют? Она отдаляет. Через пищу прародители вывалились землю и через пищу ни продать, ни купить будет дьявол скручивать рога. Вот. Который говорит Христос, он не только к священникам говорит, а ко всем. И человек очищается, просвещается и, если упал, то поднимется через это слово. Яна 15,3. Вы уже очищены через слово, которое проповедовал вам. Так, подожди. как сейчас маленько. Говори. Говори. Христос Воскрес Игнатий Тихонов. Воестин Воскрес. Нина, я хочу у вас спросить, вы знаете, что я потом еще раз встретилась с Митрополитом? Не знаю. Нечаянно в клочках, когда я уже приехала и шла по дорожке мимо храма, подходила уже к храму, а они с этой группой выходят из храма. еще. да это он значит близко принял что ты стоишь на улице тебя выгнали что валенками до земли протаиваешь а поп не пускает тебя за знакомство с нами так но и больше он ничего не сказал митрополита да 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 и они повернули туда нет ну к этому не зашли хозяину храма а ну ладно ладно ну надо усилить усилить молитву того молодец какой архиерет он отреагировал но 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 так я понял не на не на тут у меня запись идет но главное что не 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 на расстояние сработало ну молись молись алло отошел вот как поп выгнал клочки ребричинского района село клочки называется алтайский край и за то что эта женщина знакома с нами ну она нигде ничего не говорила там еще она приехала на родину в эту клочки купили дом и в храм ходить он ее не пускает чернодаров игорь потом он вроде спиридоном стал крайне невежественный как передавали о нем совершенно никакой и поставил задачу не пускать ее чтобы она вроде нас отвергла там или прокляла или что на года я на занятиях у игнатия тихоновича в университете уверовала то я ничего не знала как я пришла то все удивительно было но ему это как говорят не по барабану и вот от нас уже из потеряевки он ехал архиерей со священниками заехал в этот храм и поспросил где она стоит зимой она готова здесь а где летом вот и такого я не ожидал что он заедет это тоже в его пользу главное как так он она он ее выгнал до желтого ранена желтого нина александровна она как как он такой смелость такой набрал чтобы выгнать обычно же они не смелые а тут нет 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 это ярый просто ярый мы там ходили приезжали на восьми машинах по всей раздали там сколько его ну там около тысячи допустим человек сели я не знаю и ни у кого нету евангелия ничего воскресные даже дни в храме шесть семь человек он разогнал всех он поп то совсем какой и натравливает и она говорит я же ничего не делаю нет она стояла в приходе это в притворе он оттуда ее вытурил что не заходи сюда это редчайший случай потому что везде проходной двор и она уже обращалась и к тому кому и к какому епископу относятся понич всеволод с украины и он ее даже не выслушал как следует и ну дескать и правильно туда тебе дорога это и у нас ролик стоит она рассказывает подлинный лик московской патриархии зверонравные и она его ты стоишь что-то господь хочет сказать она год простояла сказала даже метрополиту вот этому и тоже никакой реакции не было второй год третий четыре года стоит на морозе на дожде и стоит храм пойти помолиться и все это была женщина одна которая против нее там натравила и она тоже он ее выгнал и теперь она с ней на и вместе вот так мне она не стоит а за нее как бы это я мы говорим адрес все это ребрихинский район село клочки чернодаров но теперь он отец не игорь а спиридон еще тут алтайский край бешеные попы бога не верит неверующие абсолютно это вот куда вы приезжали тогда есть ролик такой да они их вышло человека три-четыре они против сказали уезжайте уезжайте вам говорят нет это другое это там куда карабельниковская карабельники куда крестные ходы каждый год идут икону одно животворили там осветили и она где-то была там на складе ну и как это все прославили а это нет здесь другое мы приезжали на восьми на ромашинах самое человек 48 приехала мы охватили все село и уже договорились здесь встречается все перед нами закрыли и тогда там была у нас одна тамара вот которая валентина с артисон в америи а вот и в германии это тут она в чате участвует а это ее родная сестра и они вместе приезжали крещение приняли интересно был дождик только они приготовились воду сходить солнце как будто кто разрезал облака и облака как на одном месте стоят и в это отверстие солнечные лучи идут такое чудо было прямо невероятно и дождь видно идет везде вокруг а тут такая тишина и они приняли крещение все опять окно закрылось и по вот так вот было и тамара это а у ней муж ну что ну нет не нашего круга то а расположены очень и он работает спортзале там как физруком физруком в этой в школе то и вот когда у нас для слова божия нет уз книга теперь у тебя там она есть а в самом конце написано сошьем россию из клочков о нашем пребывании там и он там был этот тепляков сергей он председатель или секретарь журналистов алтайского края был и вот эта статья у вас есть как раз там и как эта женщина зашла и стала выгонять уже из зала а она никакого отношения ну говорят наверное физруку дадут по шапке по его вот а которые направлялись против там кричали то они прям почему-то все примере никого нету как будто кто-то их отравил от злобы лопнули это вот то что с нами было в это время когда зашли зашла на там а в это время мы засчитывали газету известия там при народе там была напечатана речь патриарха кирилла хорошая речь что думали открыто свободу дали храмы полные а теперь никого нету надо менять тактику выходить на распутье дорог и проповедовать о заговорили как откуда же это узнали то на распутье дорог то и вот это все считали а в это время выгонять начали не могли выгнать побежали в омон звонить омон говорит ну кто они такие ну с города понаехать а что они делают ну сидят поют считают библию а мы то при чем ну чтобы выгнали ну за что какую-то статью нам надо и так и никто не приехал это православных так натравливают а там звонили они вот так а в этой которой говорите там несколько человек там говорили игнотихич уходи который говорил священник ухаи роман его и посадили епископом после этого епископом и притом у него хорошие отношения были но нас увидел как будто мы конкуренты а мы все село это обошли ну на тысячу допустим человек у них тоже шесть семь человек там приходят в храм все во всем в селе нашли только два евангелия два одна бабка вытащил да у меня большая библия есть посмотрели это соник сны разгадывать как мы говорим евангелие даем евангелие а я думала это где записывать каких наших поминальник не надо чего надо нам отец роман скажет не взяла евангелие вот а вы очищены почему баптисты другие ведут себя прилично они очищены через слово хотя они сектанты и еретики стучат сейчас кто ладно на две секундочки да я там эту тюрнадью завез там с ее вещами ничего не не спасти христос я просто это ну так лучше и все значит я валерию созвонился с ним все вы как приедете мы ему дадим знать он приедет посмотреть конечно да и бульдозер у него в сибирском работает тоже самое ну там скорее всего и в это говорит сейчас как они там закончат сразу к вам может ну да работа очень большая нам главное сейчас об этом деле сваи напилить помочь аж курить завести и осмолить с той стороны только сваями надо иначе вода-то подмывает и сену солому там и дальше все тогда давайте скажи это ангелина ты фотографировала и лет обвисона прошла по прудам я просил ее наверное такой ролик длинная получится нет это не проблема я же это все спокойно уберу а это племянник приехал мой вот который смотрим ролик тут стоит к нему новый дом осматривает из бревен сделан это он все любит оригинальное вот оригинальное конечно это дороже и все у него там такое как бы вроде в сторожке какой-то лесной и стол такой края не ровная как и доска есть но все это выглажено и печь такая он служил в президентском полку как я вот так вот его чечен спрашивает а почему в аптисе себя лучше ведут так больше знает потому что вы евангелия тяна 15 3 очищены через слово которое я проповедал а от русских то людей намертво но спрятали девять столетий вообще не переводили никто из каждый раз думаешь сколько людей то ушло которые считались верующему а к сердцам их пастор архипастор это запрудили доступ живительной влаги и вода мимо прошла и когда издали уже библии 1876 года и там ну террор что какой-то был и сектанты сразу же у православных перекупили дали деньги и все отдали зачем она лежать будет евангелие тяна считаем 7 главах 37 39 стихи в последний же великий день праздника стояла иисус и возгласил говоря кто жаждет иди ко мне и пей кто верует в меня у того как сказано писание исчерева потекут реки воды живой это сказала на духе которого они имели принять верующие в него ибо еще не было на них духа святого потому что иисус еще не был прославлен а дух святой это дар а дары даются друзьям а люди были во вражде и когда примирились через жертву христа теперь только когда иисус проставил со страданиями в это время пришел дух святой вот как зато ус объясняет мы все подменили помазанием прикрещением дух святой тут есть нет лишь бы маза то ну и как у мотовилова остается посещение монстырей это друг этого серафима саровского свечи поиск предсказателей с православной жизни можно прочитать номер 52 2002 года вот такой вот и даю и ответ а вот еще вот раньше я читаю когда евангелие и вообще весь новый завет ну видно было что апостолы ну и вообще верующие определяли у кого есть святой дух кого нету то есть они его сошел святой дух они знают сошел а сейчас почему такого нет почему сейчас если скажешь что ты там сошел на кого святой дух тебя сразу скажут и в прелести знание это знание это утеряно зачем они не надо поп гордость прелесть а как раз у них гордость и прелесть ворде кричат держи вора как раз воры кричат больше то так и эти гордость и прелесть я сказал я говорю меня господь избрал от детства это такая гордость ну а кому же он пишет избранным святым павел пишет коринфянам а там говорит дальше у вас такое блудодеяние которое у мирских не слышно ради избранных сократятся немного званых мало избранных так мы избранные или званые то есть ничего не знают упорные и злобные у меня стихотворение есть такое когда старухи костылями бьют по спине и выгоняют кто спрашивает что-то вот так ну почему вот утеряно вот это знание святую они же апостол определяли святой дух сошел на человека или не сошел а тут они как это не определяется почему это сейчас ну и как определяется определяется человек изменился главное перерождение и видно что он совершенно другой а видимо языки как пишет и рене и леонских уже в третьем веке их не было все то есть господь вывел на арену людей и дар этот так проявляться уже не стал нигде этого нету но было так редко где-то вот ефрем сирин пришел много слышала василия великого ну то сирин сириянин а тот грех и он забился там уголки молится стоит господи дай мне поговорить с ним вот не понимаю стою и все а василию великого бог открыл он послал служку и это в углу горит потемка стоит маленький человек призови его сюда когда призвол призвал чё тебе надо здесь чтобы мне понимать речь твою а ты ее понимаешь я с тобой говорю ты говорит по-гречески он готов я не заметил даже вот так открыто было видеть где вот у меня бывает иногда было иногда жена что-то там это по-своему а моя мама мария егоровна она скажет ой надяная а если вы игнать это не уверовал чтобы сейчас было вот что бы было то за волосы к чурке вот апостол до петр же определял вот допустим корнилию когда сошел на них святой дух потом когда с евнухом тоже сошел святой дух это как они узнавали то что он сошел на других языках заговорили дух святой говорение языках давал и при том языки иногда были не только те которые люди могли перевести ангельский язык но перевод давался опять же через такой же дар а из толкования я среди 50-ников обратился то и я это очень хорошо знаю как они говорят сегодня подражание это беснование ничего нету тут интересно как этот олег стеняев когда служил здесь он рассказывает но и как-то попал на собрание там десятники но когда я тоже скажу давай считать заупокойную молитву на еврейском языке как они толковать или начали толковать это он говорит о том как у нас хорошо тут правильно когда это молитва заученная мной еврейской нет они его уже даже не слушает он говорит еврейском или то нет это ангельский язык ну вот так дети малые ладно игнотик ну давайте это 20 минут отдохнем а теперь уже меня расшевелили отдыхать неохота давай считай ну давайте сейчас перезвоню через пять минут тогда пять минут давай давай